С Натальей Козловой, единственной органисткой в нашем регионе, мы познакомились в Евангелической Лютеранской Церкви Святой Марии в Кирхе, где она репетировала предстоящий концерт. К слову сказать, все органные концерты на стационарном органе в Ульяновске пока проходят только в Кирхе. Инструмент, перенесенный в Ленинский мемориал, где идет сейчас ремонт, пока ждет своего часа. В зал, где он установлен, не пускают в целях безопасности. В Кирхе музыканту приходится тепло одеваться, отопление не справляется с огромным помещением. Но Наталья уже приспособилась. Для нашей беседы она сделала небольшой перерыв в репетиции. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Очень необычно видеть женщину за органом. Как вы стали органисткой, как орган стал вашей судьбой? Ну, по своему первому образованию я пианист. Я закончила наше училище как пианистка, потом училась в Петрозаводской консерватории, потом много лет работала в нашем училище, вернулась педагогом и концертмейстером. И потом переломным моментом я считаю встречу с ансамблем Classic Jazz под руководством Олега Матвеева, которые приехали в наш город с концертом. И у них случилась такая ситуация, что органист на тот момент не смог с ними сыграть, как было договорено. И они срочно начали искать кого-то. Но я туда пришла в качестве пианистки. Ну, и про орган, как бы вот это запало в голову. Я начала узнавать, как можно учиться, как бы еще одно образование получить. И, в общем, так все сложилось, что я на следующий год поступила в Казанскую государственную консерваторию на факультет дополнительного образования в класс Абдульна Рубинка Абировича. Вот он меня взял. И, в общем-то, я начала с нуля. Это был для меня новый инструмент, поскольку ни в нашем городе, ни в Петрозаводске не было органной кафедры. У меня не было возможности учиться. Хотя я работала три года в качестве ассистента с Александром Титовым, с нашим ульянским органистом. То есть, в общем, какой-то опыт у меня был. Вот, и два года я, как бы, училась у Рубина Абировича. И потом, когда я закончила вот этот факультет дополнительного образования, наша филармония, как бы, подписала договор о моем дальнейшем обучении целевом. Вот, и я поступила в ассистентур-стажировку. И сейчас я вот в ней учусь второй год. Это Саратовская государственная консерватория и класс доцента Ольги Юрьевны Киевски. – Педагоги у вас замечательные. – Да, да. – Наталья, а вот когда вы в первый раз услышали орган? – Наверное, в детстве, да? – Да, в детстве. – Вот ваши первые впечатления. – Да, я помню, что в детстве у нас были такие, как бы, выходные дни, когда мама меня вывозила в центр. Потому что мы жили уже тогда в Новом городе, в Львове Бережье. И вот мы приезжали на детские утренние органные концерты. И я, в общем, слушала их. И я даже помню свои детские впечатления. Но тогда я даже себе представить не могла, что я когда-то буду играть на этом инструменте. Ну, так всем детям было интересно. О, как там ногами, органист в разные стороны. То есть, да, в детстве, как бы, благодаря родителям, которые, ну, как бы, занимались, как бы, культурной жизнью. И вообще, что благодаря тому, что в нашем городе есть орган. – Ну, орган, вот так смотришь, кажется, прям сложным инструментом. А сложно на нем играть? – Да, орган – очень сложный инструмент. И я всегда вспоминаю такую фразу Рубинка Берча, когда он сказал, что все думают, что самое сложное на органе – это играть ногами. Нет, говорит, самое сложное на органе – это думать головой. Потому что обычно органные произведения, ну, это в первую очередь полифония, да, многоголосия. И это очень много голосов, как бы, которые играются в одновременности. Да, и поэтому очень нужна действительно четкая, как бы, и слуховая работа, и долгий, как бы, период разбора, и долгий период выучивания. Ну, и плюс очень точная координация. Да, потому что у тебя левая рука играет одно, правая рука играет другое, ноги играют свое, а ты должен это все объединить. Ну, и плюс, конечно, сложность стилистическая, поскольку очень много музыки написано давно, да, и приходится такую делать, ну, историческую работу, да, читать трактаты, читать вот все исследования, как играется, какие правила, да. Вот, ну, ну, и вообще, конечно, это учеба всей жизни, то есть она никогда не закончится. То есть если даже закончу ассентуру в этом году, то постоянно нужны какие-то мастер-классы, постоянно нужно слушать, постоянно нужно учиться. Так что как-то так, сложный инструмент. А вообще аутентичность исполнения, например, Баха, она важна на органе? Да, очень. Да, вообще вот советская органная школа, тогда же был железный занавес, и очень многие органисты, ну, не очень многие, а все не имели возможности выезжать за рубеж и были оторваны как бы от той традиции. И поэтому был даже такой переломный момент, когда открыли железный занавес и к нам стали приезжать зарубежные органисты. Очень многим концертным уже исполнителям пришлось переучивать все программы, потому что они узнали, как, как бы, какая есть традиция, какие есть школы, какие есть правила, да, действительно, вот прям был такой момент. Ну, а вот сложно играть, и, наверное, нужна какая-то физическая подготовка. Вы как-то физически поддерживаете себя? Да, ну, вы знаете, просто я вспоминаю, когда я вот села за орган в первый год своего обучения, где-то первые две недели у меня каждый раз, когда я занималась, было такое ощущение, что я пробежала кросс в несколько километров. Да, как бы руками мы, естественно, играем всегда. Вот, а сейчас уже у меня такого нет. Ну, вообще, я спортивный человек в том плане, что я люблю, как бы, активные какие-то прогулки, да, ну, специально спортом нет, я не занимаюсь. Хватает органа, да? Да, да. Ну, а руки у органиста, наверное, особенные должны быть? Ну, не то, что особенные. Здесь немножко другое туши, нежели, когда мы играем на фортепиано, и просто нужно перестроиться. И плюс есть такой еще момент, что когда вот у органа можно как бы объединить несколько мануалов, что будет звучать на одном. И тогда повышается сопротивление клавиш. И вот тогда нужно действительно прикладывать, ну, довольно иногда серьезные такие физические усилия. Ну, вообще, органная музыка, она считается духовной музыкой, да? И в Европе, как правило, ее исполняют именно в религиозных учреждениях. А вот в России ситуация другая. Вот как Вы считаете, насколько органична органная музыка для России? Вы знаете, я всегда вспоминаю такую фразу, что орган – это голос вечности. Да? Для него было уже много написано и концертной музыки, которая должна была исполняться вне стен церкви. Она не привязана ни к церковной службе, но очень многие композиторы, тем не менее, использовали символы в своей музыке. Использовали какие-то хоралы, да, григорианские в первую очередь. Но, тем не менее, вот сейчас как бы люди с большим как бы желанием идут на концерты, потому что атмосфера на органных концертах, какую бы музыку мы ни играли, да, которая связана с церковью или которая написана специально для концертного исполнения, она все равно настраивает как бы душу слушателей, да, их мысли, их душевный настрой на какой-то возвышенный лад. И поэтому я думаю, что вот с нашей какой-то суетливой очень сейчас жизнью, да, с этим все убыстряющимся временем, с этим огромным обилем информации, вот людям хочется как-то отойти и немножечко, хотя бы час вот этого органного концерта, да, настроить гармонию внутри себя. И поэтому я думаю, что органные концерты и органная музыка сейчас очень востребованы, причем я вам скажу больше, что в России они востребованы как нигде в мире, да, потому что в Европе люди просто не ходят, не хотят. Да, очень много органов просто приходит негодность, да, залы очень часто полупустые, то есть должны быть очень какие-то громкие имена или такие сложные программы, красивые, тогда люди придут. А так могут быть даже неполные залы, вот. А в России немножко ситуация другая. И даже когда вот еще до закрытия всех этих санкций приезжали органисты иностранные, они были в восторге. Какие у нас приходят залы, сколько у нас приходит публика, как она принимает вообще органистов. Так что, как-то так. А вы замечаете, кто ваши слушатели? Ну, очень разные приходят слушатели. Они много ли новеньких или это постоянные слушатели? Есть постоянные, которые ходят как бы вот от концерта к концерту, и так приятно, когда уже видишь, что люди приходят не на первый концерт. Детей приводят тоже, это очень приятно, что дети как бы тоже, они слышат, что есть и такая музыка. Вот, и молодые люди приходят, так что как-то разная очень аудитория приходит на концерты. Вот еще по поводу органа хотела уточнить. У нас всего два органа в городе, да. Ну, и в целом по области, так скажем, да. Вот если, можно их сравнивать вообще? Ну, они оба немецкие, да, но сравнивать-то можно, но, конечно, в первую очередь отличаются, они отличаются по размерам. Если это небольшой валькер, тут всего 11 регистров, да, и он, естественно, предназначен больше для обслуживания службы церковной, да, чтобы органист сыграл на нем какие-то хоралы небольшие. То есть это все-таки не концертный инструмент, да. То в органном зале, в мемориале у нас стоит достаточно большой орган, в нем 35 регистров. Это орган фирмы Ойли. И он, ну, конечно, более приспособлен для каких-то концертных таких программ. Вот, потому что здесь, ну, приходится, когда играешь особенно что-то романтическое, приходится, конечно, немножко выкручиваться, да, чтобы с таким количеством регистров можно было, ну, такое достойное звучание добиться. Ну, а тот орган, его же переносили, да, вот, но у вас есть возможность сейчас заниматься. Вот, знаете, вот, он как сейчас звучит? Вы знаете, вот по акустике этот зал новый, он лучше, да, чем был зал в бывшем здании филармонии. То есть отзыв где-то равен трем секундам. Вот, и звучит он очень хорошо. Вот, там очень красивый, как бы, да, нет, не зря перенесли. Вот, мы все, конечно, нетерпением ждем, когда этот зал откроется, и мы сможем, как бы, и со своей стороны наслаждаться звучанием органа, и публика сможет приходить и слушать, и тоже получать удовольствие. А где находится сердце у органа? Сердце органа – это двигатель, электромотор, который, да, запускается. Сейчас это кнопкой. Раньше, когда мотора не было, работали специальные люди, которые накачивали мехи органа, это легкие органы. Вот, а сейчас это, сейчас это делается, да, сейчас это делается электромотор. А вот произведения каких композитор чаще всего вы исполняете? Может, у вас есть любимые композиторы? Ну, Альфа и Омега, конечно, всех органистов – это Аган Себастьян Бах. Да, мы с него начинаем, и он сопутствует любому органисту, да, и на протяжении всей карьеры, потому что у Баха, конечно, есть очень разные произведения, начиная от обучающих, таких инструктивных, которых он писал для своих сыновей, для своих учеников, и заканчивая, конечно, искусством фуги, который считается самым сложным, что было вообще написано для органа. Вот, ну, еще я очень, конечно, люблю романтическую музыку Сезара Франка, да, который тоже преклонялся перед талантами Огана Себастьяна Баха, но уже творил как бы в ином ключе, с иными какими-то темами, с иными образами. Вот, очень люблю играть Мендельсона, тоже органную музыку Мендельсона. Очень интересно играть современную органную музыку. Ну, кстати, да, какие тенденции сейчас современные? Современные, да, ну, вот как бы совсем современные последние, может быть, я и не играю, но вот начало, середина 20 века, да, мы играем эту тоже музыку, она очень интересная, она не всегда проста и для восприятия, и для как бы нашего исполнения, но играть очень интересно. А кто композиторы у современных? Ну, вот на концерте, который завтра состоится, я буду играть прелюдию Гибове. Такой есть композитор, у него есть триптих, так они называются, гамбургские прелюдии. Вот одна из них, Тоттен Танс. Вот, ну, такая очень яркая вещь, такая концертная, ее еще называют болеро для органа. То есть она в таком, там, астинатный ритм от начала до конца. Вот, но, конечно, хотелось бы тоже играть ее на большом органе, потому что там, естественно, современные органы, они подразумевают большое количество регистров, да, такое концертное большое исполнение. Какие у вас планы на сезон? На сезон? Ну, вот. Да, будет концерт завтра, да, мы будем играть в ансамбле с двумя флейтами, да, очень красивую такую музыку, там будет произведение Гендели, будет концерт Вивальди, но они такие очень солнечные какие-то для меня жизнерадственные, я думаю, что конец зимы, когда уже хочется солнца, хочется тепла, вот они как-то хорошо. Далее у нас запланирован концерт в апреле, это будет концерт хоровой музыки совместно с органом. Да, мы сейчас тоже ведем работу с хором Дадосу Александра Николаевича, да, собираемся петь какие-то номера из мессы «Манюшка», вот, и с хором Санктус Рогожина и Зинаиды Иосифовны, тоже вот часть программы какую-то они тоже хотят спеть. Надеюсь, что у нас все получится, и как бы несколько лет не было таких вот органно-хоровых концертов, и, в общем, мы по ним скучаем. Я когда-то пела в составе хора, да, с органом, да, у нас были такие интересные очень проекты, вот, и сейчас уже в качестве органиста выступлю. Ну, и потом будет еще концерт в мае, там уже я буду играть, наверное, какую-то сольную программу, вот, сейчас я над ней работаю, это будет, скорее всего, интродукция Пасакаля Регера, будет какая-то прелюдия Фубга Баха, будет что-то из современного. Ну, то есть следить за афишами надо, приходите. Спасибо, успехов вам. Спасибо. До свидания. До свидания.